мы на дамбай сегодня сделаем обзор всех трасс а также проверим каков здесь фрирайд я расскажу как сюда добраться где здесь жить и где можно вкусно поесть а также ребята мы проникнемся местным колоритом и обязательно смотрите другие наши выпуски про шерегеш про архиз про эльбрус и многое другое в описании к этому видео погнали двигай булочки отвечу на два главных вопроса как сюда добраться где жить итак добираемся по классике до минеральных вод и от минеральных вод прыгаем на трансфер едем до дамбая примерное время пути три с половиной часа в большую в меньшую сторону в зависимости от погоды цены около трех с половиной тысяч за машину три с половиной и чуть выше где жить я в восторге от дамбая потому что здесь не нужно пользоваться такси не нужно тратить на это деньги время энергию ресурсы потому что поселок по сути находится прямо у канатки вы заселяетесь в любое место и можете пешком дойти до канатной дороги это пять минут занимает здесь есть также отели более-менее какие-то приличные и цены на них такие приличные что можно в москве нормально снять такой себе хороший номер в гостинице но это курорт надо не забывать также есть обычные квартиры в которую мы например живем четырехэтажные здания соответственно все также в поселке очень удобно остался один вопрос чё так дорого ребята чё так дорого здесь понимаю антураж все классно такие невероятные горы давайте сравним просто уровень самого катания уровень курорта даже в том же шерегеши количество трасс подготовка трасс тот же архиз это те же подъемники новые количество трасс и так далее вот здесь дамба не отличается таким разнообразием именно трассового катания но почему-то цены не просто не ниже а мне даже показалось иногда что там цены то поболее чем тоже шерегеши чем в том же архизе потому что мы снимаем квартиру за 4000 в сутки или четыре с половиной вообще и честно говоря такое мне показалось раз мы погружаемся в антураж дамбае тут и цены должны немножечко погрузиться как вы считаете мы чем корочка туда погрузиться в этот антураж антураж розы хутор которая была там 15 лет назад понимаете о чем я но что-то они не погружаются не хотят где надо искать жилье это у нас классика это booking все отели есть хорошие варианты действительно цивильные приличные также у нас авито арбенби ну там мало вариантов на авито побольше то есть сдают либо если у вас знакомые ездили на дамбай просто у них спрашивайте они вам дают контакты скорее всего здесь местных которые также вам могут сдать квартиру все просто классе классика везде одно и то же вот где надо смотреть главное вы теперь понимаете что все квартиры они в поселке дамбай и это все в пешей доступности до горнолыжки давайте взглянем на квартиру который мы снимаем тут целом все прилично кроме свинарника который мы немножко оставили ну живем два мужика у которых нету хозяйки блин чё делать тут антураж царский царские подушки не знаю почему михаил избавился от этих подушек хотя они предназначались именно для его дивана хороший ковер телевизор который мы не пользуемся ну пойдем зайдем в мою комнату шкаф кровать 4000 но я подозреваю что 4000 уплачены вот за это за то чтобы вы могли выйти и вот именно в этом антураже просушить свои трусишки но здесь проблема в чем в том что нет стиральной машины сколько лет этому табурет посмотри на эту красоту антуражик вообще просто тишина такая уютненько мне такое ощущение тут тарелок больше чем квартир настолько здесь люди любят смотреть телевизор первый канал стс может быть тнт может быть какой-то ну рыболовный кулинарный канал почему потому что тут шашлычный на каждом углу вот на дамбае есть несколько особенностей будет очень много тарелок на домах будет на каждом доме по 20 объявлений что сдается квартира и практически в каждом доме здесь есть шашлычное настолько тут заботятся о том чтобы люди были всегда сыты вкусно мяско могли поесть четко самое интересное что мы здесь живем в поселке дамбай и прям от того места где мы живем можно пешком дойти до подъемников тут все в пешей доступности здесь нет такси абсолютно здесь некуда ездить на такси все идут пешком все живут в одном месте как в пионерском лагере здесь можно выйти в магазин познакомиться с кем-то пойти с друзьями встретиться две минуты и ты уже в гостях такси выматывает иногда на дорогу тратишь по 30-40 минут а здесь буквально пять минут хоп это уже на горе эта картина называется когда с первого раза не понял нужно три раза повторить три разных вывески шашлычные шашлык настоящий шашлык горячий за доплату вы понял так это не работает дамбай вот похож на такое место которое находится где-то вот между гор которая отрезана от цивилизации абсолютно погружаешься в какие-то времена на лет 15-20 назад то что было на горнолыжных курортах может быть там розы хутор альпики сейчас происходит здесь вот в этом фишка этого места что здесь нет чего-то нового как в мегаполисов нет этой суеты нету лишнего вот этого всего возвращаешься к чему-то простому наслаждаешься природой ведь ее здесь действительно много и она очень красивая самое интересное что мы находимся как бы внизу и горы прям вот впритык прям впритык к тебе смотрят это когда с девушкой ты первый раз хочешь поцеловаться и так вот к ней подходишь и ну ждешь когда она проявит шаг тоже тебе навстречу и вот здесь тоже самое ты как бы приезжаешь и эти горы прям вот так вот только их деток штук 8 вот такое сравнение но ощущаешь себя таким маленьким маленьким и город такие здоровенные чё давай новая канатка два скипаса взрослых от катания однодневных что касается скипасов здесь на донбай есть две организации старые канатные дороги вот новые канатки которые здесь есть в которые мы сейчас едем что касается старых канатных дорог там маятники вы подъемник ходит наверх потом такие креселки за совершенно открытые наверху деревянные ну прям аутентичные стоимость дневного скипаса на старых канатных дорогах 1800 рублей на одного человека здесь у нас стоимость 2 200 на новые канатки всего новых канаток три штуки гондольная потом идет подъемник на 6 человека потом на 4 человека на самый верх почему я говорю здесь про цены я зарекался что я не буду говорить просто потому что когда вы вводите в интернете дамбай горнолыжный курорт увы официального сайта не найти один сайт все-таки присутствует мы вчера пытались найти хоть какую-то информацию по ценам на канатные дороги на этом курорте и мы не нашли поэтому вот даем сейчас актуальные цены вам вот такая вот история прогресс зато красота а я я я и такой ух как же все таки сильно отличается атмосфера на той же красной поляне на том же архизе и здесь на дамбай например архиз больше похож на красную поляну то есть там все как-то ну так причесана все как-то знаете понятно горы так далеко цивилизация тут а здесь другое ощущение совсем ты прям в эпицентре событий ты прям вот делай шаг и через 10 петров уже просто гора невероятная вниз идет прям такое ощущение класс что ты можешь потрогать ее прям рукой прям настолько они близко настолько они здоровы и кажется еще горы что они тысяч шесть метров вообще высотой такое впечатление создается если бы они были дальше находились если бы они дальше находились такого эффекта не было а здесь они прям близко вообще вот основной гондольный подъемник новый который здесь поставили совсем не отличается от тех что есть на красной поляне в архизе сейчас нам предстоит подняться наверх также на новых подъемников посмотрим как там дела обстоят вчера было воскресенье народу было меньше сегодня понедельник солнышко чуть выглянуло все уже понабежала толпа самое интересное что после 12 утра людей меньше становится в разы наверное они уходят есть шашлык мы сейчас поднимаемся на втором новом подъемнике это шестикресельная канатная дорога под нами проходит старый подъемничек посмотрите деревянные сидушки какие разукрашенные такой минималистичный серый цвет но ребята знают как бы у них со вкусом все хорошо что мы имеем новая канатная дорога поднимается она с 2000 до 3000 потом с 3000 до 3 200 также канатная дорога но четырехместная что из минусов ребятушки мы поднимаемся на креселке на высоте 2000 метров где купол сейчас нет ветра более-менее солнышко мы все упакованы правильно грамотно если только плохая погода ветер начнется либо вообще не включат этот подъемник либо вы просто задубить его смерть вообще вам хватит одного раза подняться и там остаться до вечера в кафе отогреваться я вас уверяю вот казалось бы очевидная вещь но я даже не поднимаясь ни разу сразу же это увидел думаю ребята вы экстремалы вообще тут реально нужно приезжать закаляться одновременно кайфуешь от катания и сразу же закалочку тренируешь именно тут мы распечатывали поляну рядом с подъемником посмотрите сколько еще линий неискатанных то есть можно бомбить и бомбить бомбить и бомбить официально заявляю что дамбай побил рекорд дамбай рекордсмен какой дисциплине спросите вы я вам отвечу самый долгий подъемник я такого не видывал этот подъемник похож на орудие пыток изящный вы видите что вроде бы здесь мало следов это эти поля и скатывают уже день 4 даже есть такие вот ну проплешины кайфовые нетронутого снега соблазнительно думаете вы да мы тоже так подумали но уже мы вроде едем минут 15 или 20 до сих пор не дает хорошо что сегодня хорошая погода мы находимся на самом верху 3 200 высота примерно кажется что солнышко до ветра особо нет вот для этой высоты но промерзаешь в сосудку превращайся и туле из-за этого подъемника на котором подниматься там вечность но здесь прям мороз дикий но зато красота один раз точно стоит подняться посмотреть насладиться кайфануть сделать фоточку и поехать вниз так ну что мы сейчас будем проводить инспекцию самой верхней трассы как по мне надо было брать коньки трасса ледяная убийца ой-ой-ой все нормально все четко можно увидеть что здесь выдутый снег и поэтому ледяной но тут ратрачить бесполезно тут ратраком даже не кажется не проехать практически вообще как мне кажется эта трасса она сделана не для спуска камни какие-то небольшой привал ой-ой-ой у нас тут пробка образовалась на трассе так прорывается вперед открою секрет это трасса образовалась такое ощущение здесь случайно верхняя точка на создан для того чтобы вы поднялись пофотались забалдели от красоты и поехали в нет раз не надо здесь по трассе кататься бессмысленное занятие вон вне трасс нераскатанные поля мы вам просто показали как не надо делать я бы поехал по свеженькому снегу конечно все выдувается конечно и поэтому мы видим много камней вокруг вот они поля по которым желательно ездить они по этой трассе но кого уровня хватает тот катает немножечко в фрирайде у вас смотри сколько снега оказывается казалось бы задутый снег человек просто пытается вынырнуть из снега его там неплохо видите перейдут и снежочек тут бывает вот она трасса расширяется и уходит дальше мы сейчас сюда и поедем если вы вдруг захотели раскатать эти поля вы можете спуститься к подъемнику вот этому супер медленному и он вас обратно поднимет вы тоже потратите на это минут восемь примерно удовольствие такое но один разочек забраться наверх кайфануть можно вообще с удовольствием совсем забыл если вы приехали на курорт без своего снаряжения или хотите взять прокат что-то для фрирайда то можете забегать к нашим друзьям в прокат и брать все что вы хотите сноуборды или лыжи погнали покажу где они находятся рядом с гостиницы дамбай просто в пяти метрах практически в ней и буквально 50 метров уже новая канатная дорога которая вас будет докидывать наверх к ребятам уже едут фрирайдовые снаряды фрирайдовые досочки недавно пришли совершенно новые лыжи если вы новичок также здесь много сноубордов и лыж для того чтобы просто сделать первые шаги попробовать что такое сноубординг прокатиться по склонам у ребят также есть прокаты в красной поляне на архе эльбрусе а также в подмосковье я к ним забегаю часто на красную поляну беру доски на тест фрирайдовые так что могу их порекомендовать забегайте к ним используйте мой промокод на скидочку который находится в описании к этому видео ребята стараются обновлять снарягу ежегодно в красной поляне просто запечатанные коробки лежали а здесь тоже зашел вчера запечатанные коробки с лыжами лежат давайте все-таки зайдем внутрь и посмотрим как там обстановочка а потом продолжим наш катание а 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 фрирайд на донбай это что-то уникальное и запоминающийся весь сезон я прокатался в красной поляне я был шире геши и когда я попал на донбай это резкая смена ощущений в первую очередь я начал задаваться вопросом почему так произошло и мне кажется я нашел ответ на этот вопрос во первых это большое количество скал это очень хорошие уклоны это поля с невероятным видом и очень-очень мало людей возможно есть еще какие-то особенности фрирайда на донбай но я находился под таким впечатлением что даже не смог логически проанализировать что же мне здесь так понравилось несмотря на то что здесь очень мало людей ехать нужно все равно под прогноз потому что если снега не было очень долгое время будет сложно что-то найти с хорошей кондицией есть две локации основных для фрирайда на донбай это южный и северный склон южный склон находится рядом с канатными дорогами он чаще всего освещен и это первое место куда мы направились это просто невероятные широкие поля время было уже середина дня никто не проехался даже по ним первым следом раскатываем эти поля с невероятным видом на горы но даже в этих местах есть лавинная опасность несмотря на то что эти места находятся буквально в 100 метрах от канатных дорог а тут много вообще разных языков на эльбрусе на донбай на архизе не раз балкарцев и у карачайцев один язык у черкесов и у кабардинцев тоже один язык просто выползаем из леса и вон газелечка прыгаем пакуемся спустились и всего лишь там проехали пять минут вот подъемник за мной идет прыгаем на подъемник и опять еще разочек там долго вторая локация это северный склон туда необходимо идти исключительно с гидами потому что там повышенная лавинная опасность особенно после снегопадов и сейчас познакомлю с ребятами которые были нашими гидами в этой поездке и водили нас по местам во фрирайде на донбай это азамат и джамал инстаграмчик будет здесь подсвечен ребята которым я доверяю с которыми мы покатались уже сделали пару спусков кайфанули нереально никогда не катайтесь без гидов и что мы всегда приезжаем куда-то на курорт если мы ничего не знаем мы не едем в нет раз только с проверенными гидами только с лавинкой вот только в компании с ребятами которым можно доверять которые знают маршруты а если вы хотите взорвать пухляк то дожить его с нами северный склон это не только широченные поля с очень хорошим уклоном это еще большое количество дропов и скал которые можно прыгать за один спуск это разный рельеф то ты едешь по полям тут едешь в каком-то кулуаре то ты едешь по каким-то лесам где-то ты можешь ехать рядом с ручьем все это сопровождается невероятными видами и все настолько меняется настолько разнообразное что находишься под впечатлением и хочешь приехать сюда еще раз это просто сказка я в восторге прям с самого верху можно внутренним до подъемников доедем просто вышли на трассу прошли буквально сколько две минуты мы сейчас поднимаемся на новом уникальном подъемник который построили всего лишь 20 лет назад это не подъемник это пар карусель карусель да идем уже примерно 15 минут но снег жесткий камешки в целом это не напрягает сильно судя потому что я видел вот за этим пушистым пупырем должно быть просто волшебно вот это кайф ну кондиция снега просто волшебно и ну что вот мы наверху постояли расслабились теперь можно и покататься кайфануть такая красотища просто мощь вот вы видели да едем мы сверху ничего не подозреваем сколько тонн весят вот эти язычки очень хороший приятный великолепный нежный дроп почему потому что приземление в наклон сахарное великолепное я бы так сказал перфекто можно дубасе то что хочешь не люблю я ходить от слова ненавижу но ради вкусков таких вкусных можно и пройтись благо лыжник в команде да? еще не известно сейчас вот наручиваем только выезет а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы решили спуститься по самой боковой трассе После того, как вы поднялись на шестиместном кресельном подъемнике на высоту 3000 Ну тут, конечно, я не могу устоять, чтобы не прыгнуть Что у нас здесь с трассами? Вот честно, это уже такой уровень, где-то синяя трасса, переходящая в красную Потому что уклончик увеличивается Трасса сужается И причем она с поворотом идет Видите, поворачивает в бок Кто-то гасит там во фрирайде Но мы пытаемся проехать Да, тут, конечно, в любом месте офигенный вид С этим даже не поспоришь Наконец-то трасса переходит в какую-то более-менее синюю-зеленую Где мы можем чуть-чуть кайфануть Чуть-чуть можем расслабить булочки Посмотреть на горы спокойно Покарвить Делать баттер-трюки В целом мне нравится Трасса, да, не широкая Не супер, она разбитая Время-то уже час или два Катабельная Уклон небольшой Поэтому можно даже новичкам здесь Забалдеть В целом она одна здесь сбоку идет Здесь нет вариативности Вот вы на нее встали и поехали Здесь между трасс лучше сильно не кататься Потому что, опять-таки, как и говорил, снег Выдутый Большие сильные ветра И много камней между трасс Вот идет соединение С другой трассочкой По сути, здесь на Донбайе две трассы И они пересекаются Друг с другом То есть вот так вдоль Если туда вот сейчас уехать Мы уедем на другую трассу еще одну Но мы уезжаем на крайнюю трассу Если смотреть сверху вниз Мы По левой трассе сейчас Едем Опа Залетим с кайфом Чуть-чуть паудера цепанули Вот, оказывается Мы чуть-чуть Чуть-чуть пропустили вот этот сворот Они очень близко к друг другу Видите, можно было раньше повернуть Мы проехали дальше Потому что увлеклись И здесь все опять сходится в одну трассу Да Вот еще одно ответвление Ответвление от крайней трассы Но мы все-таки хотим Уехать в бок Самую боковую Рассказать Показать Честно говоря Узкая трасса Покарвить можно Но я бы здесь катнул фрирайда лучше Мощно Там фрирайд маршрутики, конечно, интересные Здесь очень ярко выраженная история с камнями Не потому что снега мало Ну, то есть камней-то нет на трассе Сейчас февраль А потому что сильные ветра Они все выдувают Видите, народу нет на трассах Хотя на подъемнике было вначале много По уровню трассы такая Больше синяя на самом деле Но если доску направить вниз Вас начнет ускорять Субтитры делал DimaTorzok Паузер просто рядом с трассами Здесь вот пересечения, где все трассы сходятся, потому что все трассы должны сойтись в одну, к новому подъемнику Даже дальние трассы, они сводятся к новому подъемнику Бунский коридор, поэтому здесь сейчас будет подразбито Сюда прям много народу съезжается к подъемнику Вот старый подъемник, вот он новый подъемник Мне кажется, да, не, нифига, народу много Да, вот здесь обычно такой трэш творится, народ прям валяется, все приезжают в подъемничку Ставлю 10 из 10 трассе по красоте Сложность примерно 5 из 10 Я бы ее сделал пошире Вот она и за счет того, что она узкая, тяжело на ней ехать Разгоняет сильно, потому что открытыми поворотами едешь Сейчас тестируем трассу, которая находится максимально справа, если смотреть сверху Она считается более такой пологой, зеленой, новичковской Оттого здесь ребята пытаются просто посередине вдвоем ехать Оттого здесь так много людей Всем она интересна, все хотят проехать Мы в том числе, мы не исключение Отсюда виден даже поселок Донбай Посмотрите, разноцветные подъемнички Сидят на жопке люди, кайф Так, Михаил проезжает, хорошо Да, трассы разбиваются На самом деле, вон я вижу, трассы идут параллельно Но мы их пропускаем, потому что они незаметно пересекаются друг с другом Идет выполаживание Как и говорил, трассы разбиты, потому что узкие Ну и соответственно, много людей проехалось Все сбили И нет, это не проблема трассы Это я кривоногий Вот здесь тусовка Пологая трасса Сильно Но мы ее пролетаем Потому что что в носу ковырять Доску прямо направили и кайфуем Михаил тоже прорывается О! Здесь уже ширина появилась какая-то Здесь уже кайф Только ширина появилась, все Сразу же Меньше разбитого Хороший, приятный уклон Вот здесь, конечно, новичкам самый кайф Поэтому я понимаю От чего здесь От чего здесь Так много ребят Катается Приезжаем на развилку Насколько я понимаю Трасса налево уходит на новый подъемник Трасса направо не понять куда Какое-то происходило столкновение Мы сейчас уезжаем На основные учебные склоны Решили повернуть налево Да, здесь действительно маршрутов больше Они вариативнее, интереснее О! О! Черт! Бедные инопланетяне не могут глядеть уже отсюда лет двадцать, а Приземлились и все, сидят Бензин закончился Что остались здесь уже как местные Четко зарабатывают с ними, фотаются Не бесплатно, конечно Бизнес все начали свой С кайфом Гостеприимный курорт Донбай Это надо иметь ввиду Сейчас находимся рядом с учебными трассами Бэбилифты В одной стороне, в другой стороне Их действительно очень много И это хорошо Потому что Это безопасные трассы Где можно комфортно обучиться Лыжам или сноуборду Их действительно здесь много Очередей нет практически Все так компактненько Разбросано Наверху тоже есть учебная трасса На самом верху Я бы не советовал там что-то делать Потому что там намного холоднее, чем здесь Здесь все-таки пониже мы находимся А где-то с учебных трасс Какая-то есть узкая колея Для велосипедистов как будто Я не знаю Мне кажется, надо туда Опа Просто как будто меж гаражей ездишь Пытаюсь понять Куда тут ехать Не может Опа Ну что, рискнем Да, все-таки помните трассу Которая уходила Самая правая Вон она, вон там И приходит сюда В эту же трассу Здесь, конечно, вжаривать Можно по прямой Но Мишанчик Будет этому не рад Факт Все, вижу вон трассочку Которая Самая Боковая Была с другой стороны И они как бы соединяются вместе Все, здесь уже количество людей Которые Катываются Увеличивается Увеличивается Ну что, всей гурьбой Опять фарим вниз Все катаются на новом подъемнике В большинстве Нихера себе Ты видел, насколько низко подъемники идут? Там можно было головой так щелкнуть у него Какая же опасная штука Просто даже ездить по трассам тут, а? Время 2 часа дня Никого на подъемнике Вот оно как бывает Все ушли кушать шашлык Еще разочек решили дубануть По крайней правой трассе Я все-таки разгадал Странные ощущения на Донбайе Они заключаются в том, что здесь нет маркировки трассы Абсолютно непонятно По какой трассе ты едешь? Нельзя сориентироваться Вот, например, трасса уходит в бок Мы ехали по самой правой Вот еще одна трасса, которая широкая вроде как Но что-то она совсем разбитая Еду аккуратно Вот она выезжает Видите, она под наклоном находится Я, честно, не любитель таких трасс А вот соседняя малышечка, а? Вкусная какая Посмотрите А вот она неплохая Она начинается у нас Если по самой левой стартовать трассе А, так мы бы не ездили Вот я лох Ха-ха Она, видите, под наклоном идет То есть вот, все, она уходит туда Вы постоянно будете вот здесь на заднем канте Плестить А если переходите на передних, то у вас Видите, вон туда сразу же улетаете Ну что, сейчас дуванем немножечко вон туда в бок Все кайфуют, щилят Продолжаем двигаться по этой трассе Но более правее Немного людей видно было Сегодня Заехали сюда Наверху Вот они прям Рядом Кабинка, в которой можно головой удариться Вот это антураж Вау! Посмотри Так это Сломанная канатная дорога валяется здесь Вау! Вот это экстрим Нормально кто-то четко прокатился на ней Ну ладно, этот маршрут идет параллельно другому, на котором мы уже проезжали Ребята сидят Да, вот эта трасса мне определенно нравится, нравится смотреть и туда Здесь Здесь оно широкое, народу немного Можно покармить с удовольствием И все А мы с этой трассы приезжаем уже на правую трассу, на которой мы ездили когда-то Поехали направо Что о ней можно сказать? Да по сути ничего Едем, ползем Как получается ехать, так получается А вот мы опять приехали на трассу, на которой мы уже были при прошлом спутке Соответственно, Авин Х5 также ведет в одну сторону, к новому подъемнику Сейчас будет секунда для вас, а для нас еще секунд 40 спутка Вот сзади меня находится железная опора, где пересекаются все трассы И все, здесь уже выход на подъемник Если мы поворачиваем вот сюда сразу налево То мы попадаем на лесную трассу Она идет до самого низа У нее единственное есть какое-то название Больше нет ни у каких Так, уже здесь начинается лес, но надо понимать, что все люди, которые катались на курорте Они спускаются по лесной трассе И она будет, друзья мои, подразбит Но если ехать, вот с поворотами обычными Ребята прямо ездят, как бы не парятся с проскальзыванием То в целом-то будет неплохо Но мы приехали на эту трассу, чтобы понять Ух ты, контруплот! Вот! Мы приехали на эту трассу, чтобы понять Если тут лес Вот это, кстати, по уровню трасс мне нравится Зеленая трасса Едешь-карвишь В комфорте Оп! 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 Пью! Разворот Хорошо, что здесь поставили ограждение, потому что там уже камни Мы все Мы плавно и плавно спускаемся Как плавно? Я еду Ха-ха! Я знаю, что Миша Миша не успевает вылетать в поворот Вот он на заднем канте Левой ногой едет Так, ну Трасса широкая Приятно Я уверен, что днем Тут просто один сплошной кайф Чуть-чуть ускорился Мы спускаемся ниже Чем ниже спускаемся, тем меньше снега, тем меньше осадков Тоже надо учитывать Пушек нету Зато лес красивый Спускаемся прямо вообще рядом с горой Довольно интересная трасса Это знаменитый положняк этой трассы Вы справитесь! Вот почему многие не любят эту трассу Потому что здесь она включается в положнячок Я пока попрыгаю что-нибудь Чтоб Михаил меня догнал Но здесь красиво Прямо как будто в Альпу попадаешь Честно говоря О! А вот он и Михаил Посмотри, как в Альпах Но мы без остановок пролетели, хорошо Немножко решил зацепа сделать свежайшего Но здесь, конечно, положняк Все, здесь по прямой надо ехать Иначе встанет Тут там женщина вообще Кубарем полетела Все, как есть дальше ехать, непонятно Мы пытаемся прорваться Так, мы уже проезжаем через какие-то строения То есть мы прям в город въезжаем Кафешки какие-то О! Старый подъемник Кстати, на этот подъемник можно запрыгнуть И сразу же наверх подняться без проблем Но мы хотим рискнуть и поехать дальше У нас же эскипасы на новые подъемники Как мы можем себе позволить что-то еще? То есть нас туда просто не путят За бесплатно Нашел я все-таки свежевыпавший Здесь, ой-ой-ой Экстрим начинается Положниковский экстрим Как же новичкам здесь будет тяжело Лыжники с палками кайфуют Выбиваются вперед, выбиваются в люди Ну а сноубордисты, как низшее звено Горнолыжной цепи Мучаются Да, видите, что они делают Вот так вот, носками Лыжники, у которых есть палки По красоте обалдеют Так, а тут опять Тут опять уже гора вверх идет Мы преодолели гору, которая шла вверх Здесь уже так все едут на плоской доске на лыжах Что тут прям лед даже начинает образовываться Я не знаю, куда это нас приведет Мы здесь ездим первый раз, да, Мишань? Еще один подъемник разноцветный сверху Еще одна гора вверх О, это что, трамплин? Куда это я собрался, я не понял Да, ой-ой-ой Лед Сужение трассы, лед Мы под новым подъемником и выехали на учебную трассу Вот, вот же он, новый подъемник со всем рядом Прикольно Тут, конечно, несколько тысяч человек проехало сегодня И мы, вы в числе Ой-ой-ой Ух Ой-ой-ой Все Это конец Мы вернулись вниз, ура Подытожим обзор всех трасс на Донбае Моя любимая Эта трасса, если смотреть сверху, самая левая Там она классный уклон имеет Иногда, конечно, узкая, но маршруты некоторые широкие Супер И она не так сильно разбивается, даже сейчас ехали Вполне неплохо, с утра отротраченная Вторая трасса, это, конечно же, лесная Приятный уклончик, зелененькая, совсем такая Супер широкая В лесочке едешь, прям как в Альпах, класс Все остальные трассы, по мне, они Что-то с ними не так, они не пронумерованы Они некоторые идут вообще под наклон Некоторые разбиты вообще в хлам Много узких участков, много людей скапливается, естественно, на этих участках Разбивают эти трассы Едешь, как будто постоянно по одной трассе Единственное, что спасает, это невероятные виды Это просто кайф И, конечно же, зубодробительный фрирайд, который мы здесь катнули Это то, что действительно спасает этот курорт Ну, если сравнивать с Архизом, с Шерегешем, там, с Красной Поляной, конечно То там трассы, маршруты на голову выше Архиз превосходит Домбай аж на две головы, я бы даже так сказал Там прям широкие, офигенные, разнообразные маршруты Прям семейный отдых супер Здесь, на Домбае, все так жестко и трушно И офигенный фрирайд В Архизе фрирайд детский сад Здесь мощный Ну, как-то так Где можно с кайфом покушаться на Домбае? Мы выделили за все время пребывания три места Первое – Узули Классическая традиционная кухня Прям окунайтесь в атмосферу Второе – Пихтовый мыс И третье – Версаль Заходите, пробуйте Проверенные неплохие места Приятного аппетита, друзья! Я хочу рассказать, что это не мой первый раз на Домбае Потому что я здесь был первый раз в 2008 году Причина, по которой я здесь был, называется Домбай Flammable Camp Это апрельский сноуборд-лыжный лагерь Который проводился более десяти лет У меня уже смутные воспоминания насчет этого мероприятия Но на то время это был невероятный масштаб И сейчас сравнится только с этим лагерем New Star Camp, который проводится в Сочи Раньше я вспоминаю, что это было огромное количество спонсоров Спонсорских палаток Это возможность тестировать разные сноуборды Это была возможность найти себе спонсора, чтобы кататься дальше и прогрессировать Это очень большое количество соревнований, которые были еще в 2008 году Я просто сейчас не могу представить, что было бы, если бы все это развивалось из года в год Одним из основателей этого кемпа был Максим Ганкин И ребята приехали на Донбай в 1997 году И начали делать этот движ Потом это все превратилось в действительно самый крупный кемп в России Там был зарубежный шейпер, который строил большой парк Невероятно огромный трамплин Ребята делали для того, чтобы устраивать приватные фотосессии и видеосессии И это было действительно вот сколько, 12 или 13 лет назад Вот такие масштабы лагерей были у нас в России Я как только это вспомнил и действительно открыл какие-то записи в интернете Я был в шоке, что это было 13 лет назад Время идет, все меняется Сейчас уже нету донбайского лагеря Я передаю привет всем, кто тогда принимал участие в любом лагере на Донбай Кто тусил, кто катал, кто загорал, кто любил сноубординг Всем вам, ребята, привет! Подведем итоги Я очень впечатлен фрирайдом в этом месте Я просто в восторге, как маленький ребенок улыбался целый день после катального дня Нетронутые поля, нетронутые места, великолепно Что касается трасс, вообще не зашло Но мне не зашло, потому что мне нужны трассы Хорошие, качественные, отротраченные, пошире, чтобы можно было вжарить Здесь они уже в буграх становятся к середине дня И, честно говоря, сложно что-то поотрабатывать, покататься Я не фанат трасс, поймите На них я могу только карвить, батар что-то делать Если вы новичок, в принципе, можно кататься, наслаждаться видами и так далее То есть они для этого подходят Также по поводу инфраструктуры, по поводу местного колорита Мне нравится Вот это такая, знаете, история, как будто вы 20 лет назад оказались на Розохутор, например Вот Нету ничего нового, нету столичной жизни Вообще ничего И это, наоборот, это подкупает вот этот антураж Поэтому мне зашло определенно Лайк, кайф То есть для того, чтобы погрузиться в эту атмосферу Определенно стоит сюда хоть раз съездить Насладиться этой природой Покататься здесь в горах Ну и в целом, друзья На этом все Ставим лайкусики, шлепаем колокольчики, комментарии Делимся своей обратной связью Когда вы были тоже в Донбай Что вам понравилось, что не понравилось, что можете посоветовать Будет всем интересно почитать Ну а в целом, также пишем На какой курорт сделать еще обзор Всем пока!